Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии информационного агентства ЕТВ Светлана Владимировна Гулакова, председатель территориальной избирательной комиссии Ямальского района. И сегодня, как вы уже догадались, речь пойдет о предстоящих выборах. Здравствуйте, Светлана Владимировна! Здравствуйте! Менее трех месяцев остается уже до выборов, которые ждут нас в сентябре. Давайте напомним, какие выборы ожидают. 10 сентября 2017 года в Ямальском районе состоятся выборы главы муниципального образования Ямальский район, глав муниципальных образований село Панаевск, Ирсалинское, село Мыскаменный, село Сееха. Кроме этого, состоятся выборы собраний депутатов всех поселений. Давайте, наверное, тоже скажем и о том, кто же имеет право отдать свой голос на муниципальных выборах. На муниципальных выборах имеют право проголосовать избиратели, имеющие постоянную прописку, проживающие на территории муниципального образования Ямальский район, а в поселениях прописанные и постоянно проживающие на территории данных поселений. Есть какая-то цифра, сколько примерно это человек? На 1 января 2017 года число избирателей составляло 10 523 человека. То есть это гораздо меньше, чем проживают на территории Ямальского района? Ну да, не все имеют избирательное право активное. То есть это должны быть совершеннолетние граждане, которые, еще раз говорю, имеют прописку. Граждане, которые временно проживают и временно зарегистрированы на территории Ямальского района, в местных выборах участия не принимают. Ну, давайте, наверное, сейчас обратимся к информации для кандидатов. Вот какие-то вот сейчас уже есть данные, что нужно им сказать, что нужно знать? Ну, 13 и 14 июня собрания представителей поселений объявили, назначили выборы на своей территории. Это выборы главпоселений и собраний депутатов. Всего назначено 10 избирательных кампаний. 16 июня вся информация о назначении выборов будет опубликована в специальном выпуске газеты «Время и мало». И с 17 июня начнется прием документов и выдвижение кандидатов от избирательных объединений. Ну, и сами кандидаты могут уже выдвигаться. Сколько продлится вот этот период? С 17 июня и до какого? Прием документов длится 21 день. Все ли могут стать кандидатом? Вот немножко такую информацию. Какие требования предъявляются, может быть? Кандидатом в депутаты представительных органов, то есть собраний депутатов, могут быть граждане, достигшие 18-летнего возраста. На должность главы муниципального образования могут претендовать граждане, достигшие возраста 21 года. То есть работает возрастной ценз. Правильно ли я понимаю, что с 17 июня начинаются уже и предвыборные кампании у кандидатов? Агитационный период начинается с момента выдвижения кандидата. То есть, да, с 17 числа можно уже начинать агитационную кампанию. Ну, хочется, наверное, узнать об особенностях проведения избирательной кампании 2017 года. Будут ли они? Учитывая, что в этом году проходят местные выборы, открепительные удостоверения на выборах использоваться не будут. Учитывая, что уровень миграции внутри района у нас небольшой, использовать эту технологию не имеет смысла. Кроме того, досрочное голосование избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях будет проходить с 21 августа по 9 сентября 2017 года. То есть, за 20 дней до голосования. Будет оно проходить только по выборам главы муниципального образования Ямальский район. Досрочное голосование избирателей в поселениях будет проводиться с 30 августа по 9 сентября в помещениях участковых избирательных комиссий. То есть, за 10 дней до выборов. Снова будете летать по тундре? Объезжать избирателей? Ну да, избирательные комиссии достанут всех, где бы они ни находились. А сколько длится вот это досрочное голосование? 20 дней. 20 дней. То есть, на протяжении всех 20 дней вас могут увидеть в тундре прилетающими с бюллетенями? Да, обязательно. Вообще, как обычно проходит этот процесс? Интересно ли это вам? Насколько это может быть неожиданно для тундровиков? Или вас ждут и встречают радостные люди? Нас ждут. В принципе, вся тундра оповещена. Информация до тундровиков доводилась как на дне оленевода, так и при поездках представителей органов местного самоуправления в тундру. То есть, в любом случае, в каждом чуме нас ждут, они знают, что мы обязательно прилетим. И работа организуется следующим образом. Маршруты досрочного голосования мы согласовываем с главами местных администраций, советуем с руководителями оленеводческих хозяйств, для того, чтобы знать, где в тот или иной момент находятся оленеводы, чтобы впустую не летать по тундре. Кроме того, мы распространили информационные материалы, где указаны телефоны, по которым тундровики могут обратиться в избирательные комиссии и сказать, где на момент досрочного голосования они будут находиться. То есть, информация эта им всегда предоставляется, она доступна? Да, в обязательном порядке. Ну, а что мы можем сказать для молодых людей, которые впервые планируют участвовать в выборах? Какая-то информация для них есть? Молодежь, которая планирует принять участие, должна в день голосования прийти с паспортом на избирательный участок и реализовать свое активное гражданское право. Мы всегда ждем молодых избирателей, ждем их активного участия не только в голосовании, но и уже, наверное, пора подумать о том, чтобы участвовать в выборах в качестве кандидатов. Ясно. Светлана Владимировна, мы уже сказали, что печатается вся информация у нас во времени Ямала, которая касается выборов предстоящих, но, наверное, есть электронные средства массовой информации, где размещено это все. Давайте озвучим, где еще можно информацию о выборах узнать. Информация о выборах главы Ямальского района, глав поселений, депутатов, находится на сайте территориальной избирательной комиссии Ямальского района, ТИК Ямала, РФ. Всю информацию можно найти там, также можно найти все решения, которые принимаются в ходе подготовки и проведения выборов. Кроме того, участковые избирательные комиссии, которые в этом году исполняют полномочия избирательных комиссий муниципальных образований, размещают всю информацию на стендах комиссии, которые расположены на избирательных участках. Там размещаются в обязательном порядке часть решений, предусмотренных законом, то есть это перечни документов, которые нужно предоставить при выдвижении регистрации, это количество подписей, которые нужно собрать, если вы выдвигаетесь в порядке самовыдвижения, и еще ряд решений, которые должны быть на этих стендах. Там же размещаются телефоны горячих линий и режим работы участковых комиссий, комиссии муниципальных образований по приему документов от кандидатов и избирательных объединений. Хорошо, мы это поняли. А вот еще, знаете, выборы воспринимаются всеми нами как такой праздник, можно даже сказать. Что-то уже известно о том, как и в Ярселе, в поселках пройдут дни голосования, что-то интересное ожидается, лотереи, не знаю, мероприятия какие-то? В любом случае будут, конечно же, мероприятия по привлечению граждан для участия в выборах, но учитывая, что выборы в Ярселе, допустим, совпадут с 90-летием Ярселе, то, конечно, мероприятия, я думаю, будут масштабные. Единственное, переживаю, лишь бы не отвлекло у нас граждан от участия в выборах. Ну а так, конечно, будут проводиться мероприятия по привлечению людей, как я уже сказала. Будем проводить квест в игровой форме для того, чтобы познакомить избирателей с законодательством, их правами. Будут проводиться дни открытых дверей, на которые мы пригласим работающую молодежь, учащихся, ну и всех, кто, в принципе, пожелает. Поэтому готовимся очень активно в этом плане поработать. Мы тоже готовимся. Спасибо за то, что нашли время прийти к нам в студию и рассказать самые актуальные вопросы предстоящих выборов. Но для наших или зрителей я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Светлана Владимировна Гулакова, председатель территориальной избирательной комиссии Ямальского района. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова